Прекрасная Италия Эмилия Романья Сегодня мы увидим красивое побережье моря, замки и города-музеи, посетим культурные столицы, где каждый дом может рассказать нам свою историю. Это край науки, искусства и изысканной кухни, известной во всем мире. Итак, мы отправляемся в путь. Из республики Сан-Марину до Пантеккио-Маркони. На юго-восточной границе Эмилия Романья на глинистом фундаменте расположен горный хребет высотой 200 метров. Кажется, что Монте-Титано был создан природой в качестве защиты от набегов врагов. По легенде, святой Марину бежал сюда, спасаясь от антихристианских гонений Римской империи. Из первой общины образовалась республика Сан-Марину – автономное государство с собственным правительством. Республика площадью 60 квадратных километров с населением 30 тысяч человек является самым маленьким в Европе государством после Ватикана и княжества Монако. В соборе Сан-Марину хранятся мощи основателя государства, как символ почитаемой здесь идеи свободы. В центре республики находится площадь свободы, где располагаются здания, изображенные на евромонетах Сан-Марину. На них также изображены три крепости, возвышающиеся среди гор Сан-Марину. Самая старая, Ля-Рокка, была построена в средние века. В последующие столетия возвели и другие укрепленные башни, защищавшие общину. Самая маленькая, Иль-Монтале, была основана в стратегически важном месте для наблюдения за маневрами противника. Центральная крепость Фратта расположена выше остальных. Сегодня здесь располагается музей с богатой коллекцией старинного оружия. В Сан-Марину слово «замок» означает не только крепость, это также административный регион. Республика разделена на девять замков. Среди них есть Сервалле с городом Дагану. Там проходит государственная граница. Мы возвращаемся на территорию Италии. И наше путешествие продолжается по холмистым долинам с множеством городов и деревень. В городе Ланджано можно услышать и эхо Средневековья, и недавно ушедшего XX века. Во время Второй мировой войны горожане строили убежище вдоль основания старого замка. В этих местах шли ожесточенные сражения между Германией и войсками англо-американских союзников. У въезда времени расположен тематический парк, где есть выставка наиболее известной боевой техники. Крылья истории проносятся над коллекцией самолетов различных периодов и родов войск. Эти стальные птицы уже не бороздят небеса, а рассказывают нам сегодня о том, что они увидели за сравнительно недолгую историю авиации, полную войн и эпохальных событий. Войны не обошли стороной Римени, заняв целую главу в истории города, начатую еще много веков назад. Арка Августа – один из первых памятников, поставленных за пределами Рима, вознаменование могущества империи. Древний Ариминум был первой римской колонией в долине реки По. Площадь, ранее носившая имя Юлия Цезаря, была переименована в честь трех видных деятелей сопротивления из Римени. Римени стал городом-музеем задолго до того, как его прозвали Меккой для любителей летнего отдыха. В XIII веке здесь была построена церковь Санта-Гостино, самая высокая в городе колокольней. О богатом прошлом Римени свидетельствуют камни римского моста Тиберио и замок Сисмондо, возведенный в XV веке по указу Сиджисмондо Пандольфа Малатеста. Эта крепость эпохи Возрождения расположена у городских стен недалеко от средневекового замка Оренго. Сотни лет люди приходят сюда полюбоваться питьевым фонтаном Делла Пинья. Им же восхищался и архитектор Леон Баттиста Альберти, приехавший в Римени по просьбе графа Сиджисмондо для сооружения семейного мавзолея Темпио Малатестяну. Эти произведения искусства отражают морскую атмосферу, царящую в Римени. Город вскоре перерос свои исторические границы, отчасти благодаря развитию летнего туризма. Гранд-отель – элегантный символ Римени начала XX века. Родившийся в Римени кинорежиссер Федерико Феллини часто снимал в нем свои картины. Современный порт вырос на месте древнеримской пристани в Риминуме. Он оживает с приездом туристов, особенно в разгар сезона. Летний туризм начал развиваться в Римени с середины XIX века, когда здесь был открыт первый морской курорт. Постепенно на свет появился новый Римени. Сто лет спустя, во время экономического бума после Второй мировой войны, побережье Романии стало символом доступного для всех отдыха на море. Побережье Адриатики, к северу от Римени – идеальное место для проведения летних отпусков. На протяжении 100 километров один пляж сменяется плавно другим. Здесь же возвышаются элегантные отели и современные здания таких морских курортов, как Белария и Чезенатику. Морская вода играет главную роль в Червии, где расположено множество солеварин. Добыча соли в Червии ведется на территории площадью более 800 гектаров уже многие сотни лет. Вдоль побережья по пути к Милану-Мориттима находится национальный природный парк. Зеленые пейзажи и хвойные леса-классе сопровождают нас по пути в Равенну. Базилика Санта-Полинария Инклассе, построенная в VI веке, находилась когда-то на берегу моря. Название класса происходит от латинского «classis», что в переводе означает «Римский морской флот». Эта базилика первое, что мы видим из богатого художественного наследия региона. Процветающая торговля в древности привела к созданию группы одинаковых памятников, сооруженных в течение нескольких десятилетий. Сегодня они включены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Камень, из которого они построены, привезен с Востока, и византийская мозаика, украшающая интерьеры, также имеет восточное происхождение. Город Равенна стал столицей мозаики в V-VI веках, то есть в то время, когда за власть боролись Теодорих, король Остготов, и Юстиниан, император Восточной Римской империи. Именно тогда в Равенне были построены главные религиозные сооружения, базилики, баптистерии и мавзолеи, украшенные замечательными мозаичными картинами византийской эпохи. В то время Равенна была одним из самых главных городов полуострова, где очень бурно развивалось искусство. На протяжении полутора тысяч лет городские памятники хранят культурное наследие древности, выраженное посредством мозаичных панно. Но столица мозаики и позднее не утратила свою привлекательность. Появилось множество проектов для современного искусства. В коллекции художественного музея Равенны представлены работы, созданные с целью вновь обратить внимание людей на это поразительное направление в искусстве. В залах можно увидеть 20 панно, выполненных в мозаичной технике художниками из Равенны. Если бы город мог стать поэмой, то ее автором был бы великий мастер слова Данте Алигери. Его могила находится в Равенне, там, где он провел в 1321 году свои последние дни. Заключительный период его жизни прошел в долине Камакио на севере города. Когда-то эти болота были рассадником малярии. Сегодня же в этой заболоченной местности обитает множество представителей флоры и фауны. Долина Камакио является частью регионального парка дельты реки По. На территории площадью более 15 тысяч гектаров расположены несколько озер. Дельта образовалась, когда песчаное отложение по берегам реки По, самой длинной реки Италии, постепенно изменили линию берега. Эти берега могут многое рассказать о местных людях, которые занимаются сельским хозяйством и ловят рыбу в этих солоноватых водах. Обилие рыбы в реке способствовало развитию города Камакио и его своеобразной речной культуры. Монахи и бенедиктинцы продолжили давние попытки по освоению окрестных земель. Строительство аббатства Помпоза началось полторы тысячи лет назад, но в 12 веке река По вышла из берегов, затопив всю округу, и монахи перебрались в Феррару. Исторический центр Феррары, защищенный городской стеной протяженностью в 9 километров, еще одна жемчужина региона. Большинство укреплений было построено в 15-16 веках, когда по указу семьи Эсте были возведены крепостные валы. Планировка города претерпела изменения во время правления маркиза Эркеля Десты I, который преобразил Феррару и подарил его своей невесте Леоноре Арагонской. Даже построенный веком ранее средневековый замок превратился в элегантную резиденцию. Балконы из благородного белого камня заменили бойницы сторожевых башен. Династия Эсте правила герцогства Феррара на протяжении 400 лет, а их двор был одним из самых блистательных в Европе. Знать уделяло большое внимание развитию культуры и искусства, о чем свидетельствуют эти фрески в главной зале дворца. Своей красотой Феррара обязана в первую очередь семье Эсте. Взгляните на статую герцога Борса на троне или маркиза Никола III верхом на лошади. Но самый известный памятник Феррары – это собор, который множество раз перестраивали и изменяли в соответствии со вкусами времени. Его колокольня из белорозового камня – жемчужина эпохи Возрождения. Она построена в самом центре города. В Ферраре есть еще одна колокольня, тесно связанная с историей семьи Эсте. Это колокольня Святого Георгия, возведенная у церкви в честь покровителя города. Феррара невероятно красива. Об этом говорит фасад бриллиантового дворца, названного так из-за острых камней в форме ограненных бриллиантов, украшающих внешние стены. Сегодня во дворце находится престижный выставочный центр, в котором ежедневно можно видеть, как судьба Феррары тесно связана с искусством. Здесь даже водонапорная башня, построенная в XX веке, является культурной ценностью. Широкие площади оживляют город, в котором полно парков и открытых пространств, благодаря мечте о прекрасном, которую попыталась воплотить в жизнь сотни лет назад семья Эсте. Мы покидаем Феррару и направляемся в столицу региона Эмилия Романия. Среди зеленых холмов на юге долины реки По находится основанный много столетий назад город. Возможно, он приоткроет нам свои тайны. Исторический центр Болоньи – это бесконечная вереница популярных символов и образов, как, например, статуя Тритон на Пьяцца Маджоре, вызвавшая общественный скандал в XVI веке. На главной площади возвышается дворец Подеста. Окружающая архитектура свидетельствует о столетиях экономического и культурного роста. О величии города говорят размеры базилики Сан-Петронео, фасад которой так и не был закончен спустя вот уже 600 лет от начала этого амбициозного строительного проекта. В средние века в городе было построено почти 200 башен, являющихся символами власти и богатства знатных семей. Сегодня наиболее известны две из них – Горизенда и самая высокая – Азинелли, которые хорошо выделяются на линии городского горизонта. Эти башни стоят в начале улицы Страдо Маджоре. Там же находятся и прочие здания, так хорошо характеризующие Болонью. Уже в средние века сводчатые галереи протяженностью в 40 километров стали центром социальной жизни, где горожане проводили большую часть времени. Обилие церквей и монастырей не говорит о скудности мирской и научной жизни города. Болонский университет был основан почти тысячу лет назад. Во все времена великие умы способствовали культурному развитию Болонии. В то же время возводились и новые церкви, такие как Готический собор Сан-Франческо. Другие перестраивались в соответствии с изменяющимися эстетическими канонами. Тяга горожан к знаниям выходила далеко за пределы городских стен. В этом местечке в 1874 году родился человек, совершивший поистине революционное открытие. Все началось на холмах в предместе города, которое раньше называлось Прадура-Эсассо, а теперь носит имя Гульельмо Маркони. Здесь находится вилла его отца. В юношестве Маркони забрасывал домашние задания и занимался опытами по изучению электромагнитных волн. Он читал множество журналов и мечтал совершить переворот в научном мире. Сегодня в музее Маркони можно увидеть инструменты, с помощью которых ученый приоткрыл дверь в мир беспроводной связи. Электрические импульсы, созданные его беспроводным телеграфом, позволили людям беспрепятственно общаться, преодолевая огромные расстояния. В 1901 году Маркони впервые осуществил радиосвязь через Атлантический океан. В его речи, записанной десятилетия спустя, ясно слышится энтузиазм того времени. Теперь у нас есть подтверждение тому, что я уже давно предвидел, и что сегодня стало реальностью. Нет на Земле такого расстояния, которое не смогла бы преодолеть радиоволна. Наука о радиоволнах развивается семимильными шагами, и сегодня у человечества есть самое мощное и универсальное средство для дистанционной связи, которое когда-либо существовало. Гульельмо Маркони И военные радисты, и спортивные комментаторы должны поблагодарить Маркони за то, что он первым вписал эти слова в новую главу истории. Сегодня радиоприемники и мобильные телефоны – это всего лишь развитие великой идеи, которую он блестяще воплотил в жизнь много лет назад. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин